друзья мы продолжаем наш цикл о том как люди уезжали из ссср и то что после него осталось и вот у нас значит наши гости они вам расскажут как они уезжали из харькова в каком году 95 году значит я понимаю так что в девяносто пятом году не было проблемы скажем поменять деньги ну скажем сколько есть можно поменять на валюту или что была проблема на самом деле была так какая проблема была вывести так ну идем потихоньку большая вывести по дороге чтобы осталось все подожди а можно было особо вывозить постойте продали квартиру правильно квартиру мы продали так продали надо было деньги надо было как-то отправить мы же это все сделано как по банковской системе как надо было отправить миша значит давай так мы определим это все простым выражением шуры-муры так там через заднее кирилльцо до 100 варабе а нельзя было просто банки банковским переводом какие банки банки были трехлитровые литровые пол-литровые майонез так мишка это был 95 посол бывает посол бывает чрезвычайный посол да да посол туда да да вот именно да хорошо то есть банки что банковские переводы не существовали нет нет ничего этого не попасть и продав дом квартиру вы деньги держали в мешке или или все-таки в банке если мы ее продали бы дешевле еще мы ее могли бы и в лифчике у ирки за но вот но поскольку там какие-то определенные деньги получили да вот то это надо было опять я извиняюсь карбованцами нет я тебе хорошо относился нет но все таки в Харькове какая валюта доллар везде кому были нужны карбованцы уже были доллар все расчеты были в долларах евро тогда еще не понял на фунты стерлинги мы не рассчитывали да вот и на иранские реалы вот поэтому все в доллар а в наше время была такая шутка спрашивает какое соотношение курсов доллара фунты стерлингов и рубля и ответ был такой что один что фунт рублей это один доллар фунт рублей хорошо квартиры тогда стоили пример копейки копейки если двухкомнатная в 16 этажки тогда стоило 9000 приличном месте в очень приличном месте в москве допустим такая стоила бы уже может быть там 60 это считалось и нам повезло понял так хорошо то есть голыми ушли так сказать поэтому практически да особо перевозить было нечего не потому что мне негде хранить а потому что было нечего особо ну хорошо нет поэтому вот денежные переводы про это про это забыли значит не было опять схема я же говорю не раскрывая схемы потому что я уже только кто-то кому-то где-то передал чтобы передали туда а тут отдали нам через знакомых в общем чисто воробет не было такого чтобы мебель пересылать но книги вещь мы продали лишь мы были молодцы мы были молодцы мы продали вместе с мебелью квартиру что было гораздо проще тот момент я боюсь что ты не упал мнение это боль потому что мы очень много передавали книги сюда сейчас конечно боль боль немножечко меньше стало без детской энциклопедии я жизни не представляла но она не дошла Ванечка это хорошо когда вместе это нормально я разрешаю не расходитесь из кадра ты знаешь что такое семейный разговор мужчина кивает головой женщина говорит вот у вас же то же самое короче говоря я отправил 40 ящиков книг огромных ой сюда дошло недорого было нет ты знаешь это было в общем совсем недорого вот недорого и жалко было библиотека у нас была замечательная сюда дошло 20 ящиков все остальные вернулись обратно мамонька ну не плачь много чего не дошло но не дошло где-то канула ну не ты понимаешь радует одно радует одно что кто-то из работников почты советской может прочтется культуре во всяком случае хотя бы начнет читать а может многие кто-то там если по ящичку разобрали так вот 20 человек начнут читать а если они эти ящики распотронили и взяли каждый себе по книжке значит вот начнет читать город но может быть их дети практически да мы повлияли на становление культуру но давай так но вы же сами то этого потом не читали ничего как уже тут уже что-то еще но мы приехали до вы что до сих пор что иногда да я смешно я очень я честно тебе говорю так я понимаю что я читаю на интернете да я очень люблю взять книжку я люблю запах книги да я люблю звук как шелестит переворачиваемая я да эстет вот я люблю я люблю взять газету обычную бумажную газету американскую любую американскую русскую любую я люблю сесть на балконе с газетой руках и чашечка кофе а в старые добрые времена чашечка кофе сигаретка и газета вот так друзья развалился советский союз вот так конечно пропал все курящие пьющие кофе и читающие уехали у вас сан-франциско можно сидеть на балконе читать газету конечно можно почему холодно почему холодно ну бывает пару часов в день когда тепло вот в эти два часа надо успеть не да ну все это но в конце концов можно одеть пуховичок ну что так да светочка в это время года уже нас точно давайте возвращаемся в 95 год да кстати вот о книгах которые пропали мы позвонили на почту и нам сказали придите и принесите квитанцию тогда мы начнем искать эти ящики так из америки конечно приехать обратно в харьков и принять привести квитанции который ну да да было весьма затруднение поэтому ну уже хрен с ними ладно да бог с ними кто-то кто-то воспользовался что-нибудь вы передавали что-нибудь я не знаю вот я понимаю что 95 год это не не 90 когда мы уезжали когда был советский союз и все было запрещено но может быть 95 и в украине может быть надо было всюду взятки давать я не знаю ну что такое нет ну как взятки надо было взятки конечно за что за что ну например но если это можно назвать взяткой вот я не знаю 10 долларов это большие взятки небольшие это небольшое смотря за что там будут тоже так я ты понимаешь ведь мудрый такой оказался значит поскольку в советские времена жить еврея на украине было не совсем сладко так а если скажем честно совсем не сладко иногда вот я решил что поскольку я живу на украине должен стать украинцем так и значит как то вот так вот получилось без взятки так вот я стал украинцем 16 лет получил паспорт и было написано вот имя отчество фамилия все но написано украинец да вот хотя бьют так как известно не по паспорту но это неважно да зато приливают вести тут позвать папа перед поездкой в америку зачем это уезжали вот как беженцы и евреи да вот и я подумал что если я сюда приду украинцем то мы конечно очень много потеряем да вы думали как на украине помешка кому-то нужен паспорт да вообще никто не а тут вообще он был не нужен всем фиолетовым кто-то да в итоге значит я решил что опять надо стать евреем вот так вот я стал дважды евреем советского союза так я пришел в паспортный стол красивая украинская женщина так и она говорит мол что надо тогда еще по украински не говорили да фактически на украине счет чего треба не 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 на суржике или по-русски так русски в основном так я говорю вы знаете я хотел бы поменять национальность да и она так на меня что украинцем хочешь стать нет и украинцем я уже был говорю последние 20 лет до 16 до 36 теперь хочу опять стать евреем ну она очень долго на меня смотрела внимательно ведь зачем уезжаем ну хорошо давайте документы я даю но это займет месяца три а у нас уже через две недели самолета игры нет не игры три недели меня абсолютно не устраивает можно так чтобы побыстрее нагреть ну если все это как по-английски экспедайт да это горит займет месяц и вернее месяц не устраивает мы через месяц уже будем другой стране но тогда крик я даже не знаю что делать и я тут расскажите а вот у меня возникла до конструктивная идея говорю сколько надо чтобы это экспедайт да да буквально вот сегодня завтра до там недели скажет она говорит 5 долларов не жалко а у меня не было 10 долларов в кармане 10 не жалко но чтобы это было сейчас я сейчас выйду покурю я хочу вернуться говорю после выкуренной сигаретой чтобы паспорт был то есть за лишних 5 долларов просто унизил так то есть нет короче я выкрыл сигарету на улице я возвращаюсь в отделение милиции вот я подхожу к этой женщине все она мне вручает паспорт где совершенно другую где я еврей да вот всего как за 10 долларов я стал евреем во второй раз друзья многие люди многие украинцы сегодня спрашивают как уехать да я думаю друзья копните копните глубже еще неизвестно что там у вас до 13 отделение милиции город харьков в лицаром и мамочка она уже давно там не работает она уже тогда была немалодухой так но красивые вот но красивая же не так она что она сделала на все по закону чё все по закону я же евреи евреи ну просто большое спасибо женщине что помогла нам опять опять вернуться в лоно евреев так хорошо не надо было гидюр проходить значит ну 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 хорошо значит из-за трудностей иммиграции как бы вот трудности отъезда что еще происходило отъезда то иммиграции отъезда что и ренция сказала куда что тогда обычно вот ситуация была такая на вокзале группы наблюдающих видела как нужно собирается вся мишпуха до уезжает семья евреев куча друзей еще там те родственники которые не уезжают вообще на вокзале вокруг уезжающих пяти пятьдесят это все сделали у нас дома провалим два дня подряд у нас были проводы да да мы все было почему не могли это сделать на вокзале так обычно это было до тех лет когда мы езжали ну что наши друзья которые уезжали перед нами они рассказали нам сейчас давайте перейдем на руку до начали ходят 50 переходят до что их провожали на вокзале и все было как обычно но когда они приехали в москву их уже встретили на курском вокзале да прямо на курском поезда а почему не на киевском а как а харьков все что вы хотите доехать до шереметьево 2 пожалуйста заплатите вот такое количество денег и какое количество долларов что ли долл рассказывали но они еще они при этом этих денег они себя при этом отвозили или просто брали деньги никто не давали возможность доехать до машины например которая у тебя уже ждала или ты же договорился что бронировал как-то или машину или что-то что довезло тебя до шереметьево так но тебе не давали даже дойти до этой машины и надо было заплатить то есть из киева рейсов не было да то есть надо было нет самолет не летал только из москвы тогда летали давай я перейду на карак не дали даст возможность сказать да не даст ок ну тут два варианта так что хоть иногда вот такая вот действительно была ситуация то есть все еще чем кончилось вы не могли поехать вы не могли делать право знали во первых не хотела встречаться с рэкетом так во вторых не хотелось отдавать 500 долларов до вот не русик да не хотелось задавать 500 долларов поэтому мы решили так у нас из кроме того что было надето на нас значит на каждого человека уезжающего полагался один большой баул один средний баул и один маленький ты узнаешь где брали баулы баул лишь баулы шили это тогда был бизнес шили люди баулы это был хороший бизнес из ткани и поконили клеенок из брезента из плотного брезента или плат обожи плащевка плащевка тоненькая из толстой такой грубой ткани иногда это был презент иногда это прорезиненный был презент или плащевка во вторых русских говорит шили эти баулы то есть это длинный челноков как бы да да такие их потом челнокистами были тех размеров которые требовали для того чтобы тебя пропустили люди которые этим занимались вот мы и брали значит мы взяли на себя там столько больших баулов столько средних и столько маленьких по набили всем тем что не успели продать вот поскольку с того момента когда мы получили разрешение на выезд вот до момента самого выезда вот чем обычно все люди занимаются тогда стояли на базарах продавали все что было там посуду книги ну в общем у нас был покупатель конечно все что вы это нажито не по сильным трудом да вот чаще всего это было неплохого качества а за копейки уходил вот ну конечно а учитывая товарный дефицит того времени все улетало практически все улетало уже все было неплохого качества но уходила за копейки да научи все что не успевали продать забирали с собой так как вы добрались до шереметьево тут рассказы как говорят в америке вопрос конечно интересный да было все хорошо я же говорю 500 долларов выдавать неохота с рэкетом встречаться неохота что вы сделали у моего друга детства у него была тогда какая-то компания небольшая и вот на этой компанией была машина которая называлась в те времена пирожок да я была обычно машины союз печат тогда развозила да да москвич да вот с этим вот грузовой такой да такой типа грузовой москвич крытый пирожок он назывался так и что мы сделали мы все наши эти баулы большие средние маленькие все забили в кузов этого пирожка закрытый вот и мы поехали с водителем это был один мой друг с которым мы еще когда-то вместе учились в одной школе играли волейбол в одной команде вот он сказал говорит я тебя отвезу куда надо а мой самый-самый близкий друг детства волчек он сказал что я договорюсь с московским с московскими ребятами чтоб тебя никто не тронул и мы выехали из карькова рано утром пересекли границу россии украины тогда это было спокойно точнее украины и россии все и поехали и ехали через белгородскую область через курску область через все я даже не помню мы проехали даже не за ночевал мы за ночевали уже в москве у этого вся остальная семья сидела в харькове а потом радостно села на поезд и уехала в москву мы договорились встретиться уже в шереметьево где мы и встретились так а мы доехали никто не провожал и у них ничего не было вот и они с радикюльчиком то есть совершенно понятно что это не те которые уезжают просто люди едут москву но но были люди которые знали что вы уезжали или вы скрывали что уезжали нет друзья наши естественно все знали родственники и друзья даже понимаешь что в доме соседями которые мы прожили много лет я не могла с ними проститься чего ну потому что мы боялись что если это распространится то к нам могут прийти помешать выезды если честно я не очень именно по поводу этих соседей не очень сильно переживаю что мы с ними но я слышал и вот до сих прощается да и не приедешь помочь к даже нет я слышал много историй о том как люди из вот русские выезжали из средней азии и их просто грабили по дороге потому что но без защиты вполне возможно и ручка дадите с нами мы на этом пирожке доехали вечером до при доехали до москвы класс просто класс доехали до москвы и остановились у человека который которому мы друг детства ближайший вовчик позвонил и сказал что вот мы едем он как-то был связан имел авторитет среди вот тех людей которые это среди авторитетов среди не авторитетом может быть но в общем пользовался скажем прямо уважение так мы приехали к нему заночевали у него поужинали выпили посидели все очень было дружно хорошо утром мы отправились в шереметьево и он он при нас да во первых он нас провожал на машине но он до этого утром звонил куда-то по телефону едет оранжевый пирожок вот с такими-то номерами не трогать это мои люди но на всякий случай он на своем каком-то джипе лишь тогда джипа это да да вот он на своем джипе провожал нас дошили бандитской машине и когда шереметьево мы доехали уже все в шереметьево уже никто никого не трогал все вот так вот мы доехали с этими баулами встретился я в шереметьево воссоединился с семьей и все а дальше уже оставалась мелочь сесть самолет и что самолет взлетел и самое главное нормально долетел то есть вы до нью-йорка или как вы летели нет мы летели из москвы до до сиэтла через светл мы летели через северный полюс когда летали из москвы до сиэтла все для нас остановили загнали в накопитель и там буквально через час-полтора через два посадили на самолет сиэтл сиэтл сан-франциско и все от это у меня осталось ужасное впечатление мания неполноценности от накопителя этого я объясню почему дело не в накопителе уже в накопителе там был вот этот автомат там где ты можешь бросить монетку и тебе там выдавалось кофе или там мог что-то купить но мы к этому подошли мы не знали вообще как она работает стали вдали и смотрели и подошел ребенок которому было лет пять он за секунду бросил получил то есть я чувствую себя по сравнению с этим пятилетним ребенком вот унижение значит такое было так вот так вот мы потом все изучали так стороночкой становиться смотрел как люди то есть в целом я смотрю вы уезжали довольно безобидно то есть вот не было проблемы поменять там карбонцы на доллары нет билет как покупали она бы была бы эта проблема если бы мы если бы продавали квартиру за карбонцы нет а подойдет билет вы как купили а билеты а нам по-моему тут купили ну через хиас вот он шумит шикарная машина до года нет билеты тогда нам брали через хиас я заказывал на нас билеты так то есть выпадал за них выплачивали за конечно в том мы отдавали деньги да мы наверно года три там по 30 . сразу денег не требовал постепенно медленно но верно давали а светочка просто вот ладно отлично тогда на этой части мы тогда пока закончим замечать